Для меня Христос это мой учитель, прежде всего. Для меня Христос, потому что учиться у Него приятно. Я учусь у Него не только из Его слова, но и из обстоятельств жизни. Каждый раз, когда в моей жизни возникает какое-то непредвиденное сложное обстоятельство, я задаю вопрос, что ты хочешь мне этим сказать? И каждый раз Он отвечает, если доверяться, если идти. Очень часто Господь отвечает через голос сердца, через интуицию, через какие-то невидимые подсказки и через вот эти вот флажки на пути. Ну, как будто пунктир или контурная карта, по которой идешь и понимаешь, чего хочет Он. Для меня Христос это мой Спаситель. Когда человек впервые встречается с этим мучительным противоречием между тем, кем он призван быть, и тем, кем он является, и понимает, что эту бездну своими усилиями не преодолеть, он встречается со Христом. И Христос говорит, я своей смертью примеряю эти два противоречия. Ты мой. Я хочу быть твоим Богом. Я только поднимаюсь, чтобы идти навстречу, Он уже приближается ко мне. Для меня Христос это, и я скажу это очень дерзновенно, это очень близкий друг. Христос говорит, я не называю вас рабами, всем своим ученикам. Раб не знает, что делать, господин. Я называю вас друзьями. А друг это тот, кто открывает глубину. Друг делится собой. Он делится собой настолько, что говорит, вот смотрите, вот хлеб, вот вино, вот это я для вас. Вкушайте меня. Я хочу быть на очень глубоком уровне близости с вами. Чтобы я жил в вас, а вы во мне. И это то, как я чувствую на настоящий момент. В какой-то момент я помню, что мне очень было трудно воспринимать Христа только как царя. У которого свита, у которого огромное количество, то есть к которому не подойти. Я молился и просил, чтобы Господь откройся, кто ты есть. Какой ты есть. И постепенно в ответ на эту молитву Христос начал раскрываться. Нигде он в Евангелии не представлен, как византийский царь. Он нигде не ходит в этих прекрасных одеждах, не сидит на троне. Он вообще даже, у него прописки не было. И не было, где голову преклонить. Собственной жилплощади не было. Он прожил жизнь и как самый бедный человек. Как говорят святые цели, он обнищал ради нас, чтобы нас обогатить. И в такого Бога я верю, такому Учителю доверяю. И такому Спасителю доверяюсь. Субтитры создавал DimaTorzok